Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Весна в разгаре, весна началась наконец настоящая, но, к сожалению, у нас какое-то в экономике весеннее обострение. Вроде бы в феврале как-то все было на радость, по крайней мере, нам, гражданам России, то есть нефть дорожала, рубль укреплялся, то есть как-то вроде бы все было более-менее нормально. Но вот сейчас смотрим обратный тренд, и нефть стала дешеветь, рубль стала дешеветь вслед за ней, и даже танкер этот несчастный, точнее контейнеровоз, не помог, вроде бы перекрыл свойский канал. Федеральные коллеги «Ура», видно такое в комментариях, была скрытая радость, такая, ага, наверное, нефть-то подражает, всему Западу перекрыли этот нефтяной поток. Ну вот сняли, а уж такие были позитивные прогнозы, опять-таки, из уст наших комментаторов, несколько мейсов будут снимать, там все, рынок нефти сразу все подпрыгнет, цены. Ну вот сняли его с этой мели несчастной, нефть хлынула в Европу. И, кроме того, угрожают очередными санкциями, уже какие-то санкции ввели, какая-то Австралия против России, я вообще, честно говоря, не понимаю, вот какие санкции может нам ввести, против нас ввести Австралия, которая находится в прямом смысле слова на другом конце земного шара, но, тем не менее, говорят, американские санкции очередные ведут, и все это, дескать, и портит нам всю экономическую малину. Соответственно, пошли разговоры, что цены вырастут снова на продовольствие, на топливо, правительство уверяет, что нет, нет, все под контролем, но, тем не менее, даже Песков вынужден был оправдываться, Тассово цитирует, дескать, это у нас на рынке не скачки рубля, это волатильность. Понимаете, разница большая, понимаете, скачки, волатильность, совершенно разные вещи. Тем не менее, об этом мы сегодня поговорим, действительно ли наша экономика что-то угрожает, или, так, небольшие проблемы, весеннее обострение, которое, он может надеяться, скоро пройдет. Об этом мы сегодня поговорим с гостями студии. Это Оксана Толкаченко, заместитель директора по учебной работе Института экономики и управления нашего Тверского госуниверситета и кандидат экономической наук. Оксана, добрый день. Здравствуйте. И другой наш постоянный спикер в гост студии, Вадим Рыбачук, председатель общественной палаты Твери. Вадим, добрый день. А вы можете нам звонить по телефону 300-190. 300-190. Что вы думаете о скачках рубля? О ценах на продукты, на полках магазинах, наверное, ходят. Все-таки вряд ли у кого-то есть экономка. Хотя, если экономка ходит, будет интересно услышать ваше мнение. А мне все равно. Я даже не знаю, по чем стоит красная икра. Мне и так бочками заносит экономка на тележке. 300-190. Ну что ж, господа, все-таки, что происходит на рынках? Вот это мне может быть одному кажется. А может, на самом деле, в Багдаде-то все спокойно. Ну, рынок, он давно уже нестабилен, если мы говорим о Российской Федерации, если мы смотрим на мировое пространство. Как в том фильме, да, которому сегодня 40 лет сополняется, «Оскар» дали. «Москва слезам не верит». Стабильности нет, да? Помните, как он там, Гоша-то, за пояс сидит. В современной экономике стабильности ее не наблюдается. И эта тенденция сложилась давно. Поэтому удивляться о каких-то изменениях, о той самой волатильности Романа, о которой вы сейчас вспоминали, наверное, не стоит. Ни для кого не секрет, что и мировая экономика, и российская экономика сейчас находятся, конечно же, на этапе кризиса. Это вполне логично после такого тяжелого года, который был в 2020-м. Плюс ко всему Российская Федерация к такому глобальному кризису в результате пандемии она не была готова, потому что мы, надо смотреть откровенно, как отечественная экономика уже находилась в достаточно таком в шатком положении. И если говорить глобально, то те же санкции, которые были введены первоначально в 2014 году, серьезно подкосили курс рубля, нанесли определенный ущерб экономике Российской Федерации. Ну и вся вот эта цепочка неблагоприятных событий, конечно же, сказывается на усилении кризисных явлений в нашей стране и в экономике в частности. Конечно, наши власти говорят о том, что есть у нас определенный рост, и после пандемии мы сегодня можем услышать в средствах массовой информации какой-то тенденции, позитивной тенденции. Но все-таки это несущественное движение вперед, которое может действительно вывести экономику и как следствие уровень жизни населения на более высокую такую планку. Да, действительно, мы сейчас углубляемся в котировки нефти. Мы тщательно следим за тенденциями, которые складываются в экономике США, потому что ни для кого не секрет, что доллар, как мировая валюта, сегодня в большей степени влияет на российскую экономику, нежели чем евро. И вот эти мелкие тенденции мы пытаемся уловить и пытаемся как-то интерпретировать как однозначно хорошая тенденция, которая приведет нас к развитию счастья, или как негативная тенденция. Давайте смотреть объективно на вещи. Да, действительно, сегодня курс доллара, он, ну не сказать, что прям супервысокий, да? И если мы будем сравнивать с концом 2020 года, да, и цена нефти за баррель, то же самое. Давайте вспомним, что было в январе. В январе были котировки на уровне 55, да, где-то вот такой доллар. Потом почти 70 уже, ура! Это в феврале, в феврале, да. Потом, естественно, происходил определенный откат. Это нормально, потому что цена на нефть, она определяется многими факторами, и сегодня вот в такой краткосрочной перспективе оказывают влияние геополитические факторы. Давайте не будем забывать, что такие явления, как ситуация на Горном Карабахе, которая сказывается, да, на нашей экономике, тоже выборы в Соединенных Штатах Америки, все это сказывается на нашем рубле, на его курсе, и, конечно же, есть противоречивые тенденции. С одной стороны, вроде бы как мы радуемся, что цена за нефть растет, да, это положительная тенденция, но в то же время есть санкционная составляющая, которая все равно в определенной степени давит на курс рубля. И поэтому говорить о глобальных негативных изменениях мы не можем, да. Я не могу вот сейчас вам объективно оценить ситуацию на сегодняшний день как какую-то ужасно отрицательную. Нет, да. То есть мы находимся в такой стабильной кризисной экономике. Прекрасно. Звучит вообще просто позитивно. У нас стабильно все плохо. Нет, у нас не все плохо. Нет, да. Ну а кризис, это что, хорошо? Кризис, Роман, это естественное состояние экономики. Не надо забывать, что экономика это система, которая и она циклична в своем развитии. Поэтому любая экономика, она проходит разные стадии. Есть прогрессивная фаза развития, есть регрессивная фаза развития. Но, к сожалению, под влиянием комплекса факторов сейчас российская экономика, как и мировая, а это все-таки связь есть, естественно, находится на регрессивной фазе развития. Просто вопрос здесь о грамотных решениях, которые необходимо принимать как на мировом уровне, так и на уровне государства, чтобы вывести экономику на качественно новый уровень, то есть на вот эту прогрессивную фазу. Вадим, согласны? Оксана, так глобально нам все рассказала. Как всегда человек-то... Не поспоришь. Я соглашусь, Оксана, о том, что мы на сегодняшний день уже до такой степени встроились в экономику, что... В мировую. В мировую, да. Что счастье в отдельно взятой стране, оно просто невозможно физически. Это я не только о России говорю, а вообще, в принципе, о любом государстве, которое сегодня существует на планете, и даже о группах государств типа Европейского Союза. Поэтому говорить о том, что плохо, хорошо там в России, все взаимосвязано, взаимосвязано достаточно серьезно. Кризис везде. Ведь, начиная от Соединенных Штатов и заканчивая Китаем, все равно есть экономически негативные тенденции, которые связаны с короной, и они будут продолжаться какое-то время, потому что финала-то нет пока. И мы будем переживать все эти ситуации. К сожалению, отрегулировать... К сожалению, вас вынуждены прервать. У нас буквально реклама, три минуты, а потом мы продолжим. Хорошо. Мы снова в прямом эфире. Программа «Тема дня». Мы говорим об очередных, как мне кажется, обывателю, кризисных явлениях в нашей отечественной экономике. Вроде нам угрожают опять какими-то скачками цены на продовольствие, на топливо и так далее. Рубль вроде бы опять по полосу низ, к сожалению. Хотя наши макроэкономисты говорят, это же здорово. Наша экономика становится более конкурентоспособной. Наши товары на экспорт пойдут более активно. Не знаю, не знаю. Вадим, я вас прервал, извиняюсь, до этого. Нельзя делать каких-то однозначных выводов. Не бывает все белое или все черное. Истина, где-то посередине. Это принимать надо всегда и во всем. Наши граждане обычно, да, очень активно реагируют на изменения нефти, на доллар, на евро и тому подобные макро-показатели, которые, в принципе-то, влияют на те же самые розничные цены в магазинах очень опосредованно и в какой-то перспективе. Даже самая нефть, она торгуется уже там на несколько месяцев вперед. И поэтому, как она может повлиять сегодня на стоимость килограмма гречки? Никак. Это внешний фактор, который больше оказывает психологическое воздействие на граждан. Поэтому я, собственно, всегда выступал за то, что не надо макроэкономические показатели выносить на первую страницу Яндекса или Гугла для того, чтобы человек первый, когда открывает новости, смотрел, сколько стоит евро, сколько стоит доллар, пугался и начинал нервничать по поводу того, что танкер с нефтью там не дошел, и нефть начала колебаться. Эти колебания будут всегда. И всегда будут колебания в магазинах. Весна, осень, урожай, неурожай. Вещи какие-то более объективные даже, чем нефть и евро и доллар сегодня. Поэтому трагедии-то нет. Да, мы можем обсуждать там, какую брошку наделла Эльвира Набиулина, и что произойдет со ставкой. Но большинство из нас даже не понимают, как влияет ставка на розничные цены в магазинах. Поэтому можно, наверное, говорить о каких-то глобальных вещах, о чем мы сейчас говорим с Оксаной, о том, что мировая экономика в кризисе, все мы взаимосвязаны, есть позитивные тенденции, есть негативные. Это на самом деле так. И можно говорить о том, что произошло в конкретно взятом городе, в конкретно взятой розничной сети, в конкретно взятой стране. То, что мы, собственно, и делаем сейчас. А у нас сейчас будет конкретно взятый звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Знаете, вот здесь я не совсем соглашусь по поводу курса доллара или курса евро, и отношения цен, что жителей не сильно так должно волновать стоимость этой валюты. Но вот посмотрите, насколько, допустим, по сравнению с 2014 годом подросли цены на автомобили. Это где-то в два с половиной раза. То есть, если раньше машин хорошего, среднего класса, в хорошей комплектации стоило 700-800 тысяч, то сейчас за эти деньги в минималке это будет какая-то там лада. Какая-то, да? Что значит, какая-то? То есть, соответственно, автомобиль уже более-менее хороший, приятный и качественный. Это уже где-то миллиона два. Раньше это было где-то, ну, 1900 миллионов. Вот там миллион. То есть, дальше, если смотреть конкретно по продуктам, у нас же как сделалось, да? У нас, когда пошло вот это импортозамещение, это мое мнение, да? Может быть, это не симпатичное мнение, но это мое мнение. Когда у нас с прилавков пропали сыры убежные, то российские производители сделали следующим образом. Они просто до этого уровня цен подняли свои продукты. Тем самым начали импортозамещение. И как мы видим, ну, если, грубо говоря, допустим, посмотреть на масло, которое делается либо в Белоруссии, либо в России, то по стоимости каждый год это все увеличивается, увеличивается, увеличивается. Сейчас пачка, например, 400 граммовых масла стоит уже без акций 390-400 рублей. Те же самые взять, к примеру, пельмени. Они, да, цена-то остается, только громовка этих пачек уменьшается с грамма до 700 грамм. Или, к примеру, возьмем тот же самый сок 2 литра. Раньше он продавался, сейчас литр 93, по-моему, а раньше 2 литра. Раньше он продавался за 80-90 рублей, сейчас средняя упаковка 200. Так все-таки меняет курс доллара и евро стоимость продуктов или не меняет? И еще один, когда можно, быстренький вопрос. Почему же так у нас в Российской Федерации складывается, что если какие-то выборы в республике ЧАД влияют на положение рубля в России, на Горный Карабах выборы, ну, хорошо, ладно, я согласен с выборами в Америке, потому что это все-таки, ну, экономическая мощная держава, а насколько влияет курс доллара, если происходят выборы в России и, допустим, выборы в Китае, там, и юань, и рубль, насколько давят на доллар, когда происходят вот такие события? Спасибо большое. Ну что ж, ну, первое, что можно ответить, коллега сравнивает 2014 год и 2021, ну, что, в принципе, очень большой период, который сравнивается некорректно абсолютно. И вот мы сейчас о чем говорим? О том, что именно вот эти изменения, все и минутные, да, о чем было чуть выше сказано, что там вот месяц назад, два месяца назад, вот эта волатильность, она несущественно влияет, то есть мы действительно ее не можем заметить. А если говорить так, как вот наш зритель, он прав, конечно, действительно, но в 2014 году, извините, рубль обвалился очень сильно, да, то есть от рубля осталась половина на тот период, и обратно-то не отмоталось, он не увеличился. Слушайте, ну мы с вами помним, что в свое время доллар стоил 6 рублей, да, и это в памяти свежо у большинства граждан, которые сейчас активно обсуждают экономические вопросы. Но это не значит, что произошла глобальная трагедия мирового масштаба, которая разрушила всю экономику в отдельно взятой стране. Инфляция. Инфляция есть везде. Инфляция есть в Германии, в России. Ну это она 2-3 процента. Нет, вот еще один показатель того, что действительно на макроэкономические индикаторы не нужно вот так вот глобально обращать внимание и принимать их за истину. Вот то, что сказал сейчас наш зритель. Выросли цены, вот я с ним согласна. Он прав на 100%, рост серьезный. И давайте с вами теперь обратимся к такому показателю, как инфляция. Что нам говорит государство? Какая у нас инфляция? 4 процента. 4 процента. А давайте переведем вот на язык нашего зрителя и действительно посмотрим тоже масло и летели те же автомобили. Как они вот поменялись даже за этот год? И я вам объективно могу сказать, что это не 4 процента, это больше. Да, действительно, если зафиксировало государство цены на растительное масло и сахар, да, там очевидно, может быть, из 4 процента роста мы не увидим за год. А может быть и нет даже. Да, но другие-то товары, они действительно увеличились. Это естественно. А вот она инфляция, вот они 4 процента. И как нам сопоставить это с реальностью? Опять надо учитывать, что мы живем в условиях рыночной экономики и у нас в большей степени представлены организации коммерческие, которые, они своей целью преследуют получение прибыли, но они не будут ничего делать глобально, да, в первую очередь для пользы общества в свой ущерб. Поэтому, естественно, они пользуются ситуацией. Давайте с вами рассмотрим вот такой пример. Цены на нефть, опять-таки курс рубля, да, то он укрепляется, то он ослабевает. А вот объективно, когда у нас идет негативная тенденция, да, то есть когда рубль падает, у нас цены начинают, естественно, увеличиваться, когда что-то плохое происходит, вот так вот образно. Но когда, допустим, цены на нефть растут, когда у нас начинается некая такая вот благоприятная среда, рубль укрепляется, вы где-нибудь видели, чтобы цены при этом сокращались? Я, например, нет. Так вот человек это беспокоит, понимаете? Это ненормальная вещь. Это ненормальная. А почему? Потому что те же организации, которые присутствуют на рынке, которые предлагают товары, работы, услуги, они же работают на принципе получения прибыли, они что, будут реагировать вот сильно? Они все равно будут ориентировать. Могу поспорить с вами, что откат цен есть, это тоже обычное явление в экономике, потому что все-таки конкуренция на сегодняшний день присутствует во всех отраслях экономики, и мы видим, что цены двигаются. Но конкуренция здесь ее ограничивает, а не укрепление рубля, например, или расстановление. А это часть глобальной ситуации. Но все-таки неохотнее они откатывают назад, чем происходит сходство. Если ты хочешь продавать, будешь снижать цены в любом формате. Посмотрите, в любой магазин зайдите, есть ценники одного цвета, ценники другого. Есть проценты снижения акций и так далее. Это еще на разные категории клиентов ориентированных. Совершенно верно, да. Но это маркетинг, это уже более глубокое. Но мы сейчас все говорим про айсберг. Вот у нас айсберг, сверху ваша любимая евро, доллар, нефть, а внизу-то все остальное, что более глубоко, и что более существенно влияет вообще на экономику, и на потребительскую корзину, и на состояние экономики в стране, и так далее. Вот, например, сегодня никто не говорит прилюдно о более глобальной проблеме, которая есть. Изменение цен на металл. С прошлого года металл подорожал на сотни процентов некоторые позиции. И все сидят спокойно. И застройщики говорили много. Ну, а вот граждане же не обсуждают, что это такое и что это влечет. А на самом деле эта ситуация посерьезнее, чем колебание стоимости на нефть. Да, где-то на азиатских рынках произошла история, когда стал ощущаться дефицит металла. К странам и компании выходят из кризиса азиатские, им нужно больше металла, соответственно, они начинают его употреблять в большем количестве. Наши производители, пытаясь компенсировать свои затраты на внутреннем рынке, начинают продавать металл в большем количестве на экспорт. Потом, соответственно, понимают, что металл на экспорт можно продать столько, что внутренний рынок останется по нулям. Тогда начинается рост цен на внутреннем рынке. И вот это, в общем-то, экономическая на самом деле проблема, она приведет к тому, что через какое-то время у нас подорожает стоимость жилья, подорожает прям значительно. У нас подорожает стоимость товара в других отраслях. Например, там та же самая электроника, куда сейчас уже не хватает редкоземельных металлов, и на которые тоже рост идет в огромном количестве. Но мы это не обсуждаем. И вот точно так же со всем остальным. Поэтому идея-то моя очень простая, что не надо только реагировать на изменения трех показателей – евро, доллар, нефть. Нужно смотреть более глобально, если ты понимаешь. Если ты не понимаешь, то вообще надо жить спокойно и руководствоваться какими-то более понятными вещами. Вы понимаете, спокойно люди бы жили, да и, собственно, гражданам плевать было бы на доллар с нефтью. Ну, просто у нас они-то идут в магазин, а раз, выросла там то же самое подсолнечное масло, что угодно. Дело-то в этом. Квартира подорожает, но люди квартиры покупают, как правило, раз в жизни. Ну, хорошо, может быть, кто-то два-три. А едут, покупают каждый день. Подсолнечное масло тоже не каждые полчаса покупаешь. Ну, не каждое, но все-таки. Вот человек хорошо сказал, вот вспомнил этот кризис, понимаете, от 2014 года. Ведь как говорили, мы с санкцией, даешь отечественный сыр. И вместо того, чтобы продавать отечественную сыр много, наши производители сыра и молока просто по беспределу подняли цены. Правильно человек сказал, догнали, да, выше, да им протоконал. Понимаешь, почему ты-то, дружок, делаешь за рубли все у себя внутри в стране, почему ты решил просто так поднять цены? Ага, пармезан стал дороже, а подниму-ка я, что я, дурак, что продать? Потому что спрос есть. Еще, естественно, любой производитель, он реагирует на спрос. И от него тоже отталкиваются. Молоко резко вырос, нет. Ну, люди как покупали, молоко так покупали, а он просто стал стоить дороже. Вот. Его же будут покупать, поэтому смысл продавать. Так спрос не вырос, пока покупали, человек пачку в день. А если спрос не изменяется, а можно продать дороже, прибыль же этого производителя увеличится. А это разве как бы законно поднимать цены, не обосновывая экономический затрат, а просто потому, что я так захотел? Нет, он может обосновать. Обосновать тем, что, например, вырос доллар. А почему есть доллар? Он здесь свою коровку выпасывает? Ну, он может объяснить это, не знаю, изменением цен на транспортировку, на комплектующие, на оборудование, которое может быть зарубежное. Так он купил какое-то время назад уже. Он не потратился. У нас сегодня не плановая экономика, когда придет контролер и скажет, слушай, Иван Иванович, ты почему поднял цены на 5%, а не на 3%, как мы договаривались там, или вообще не опустил их ниже? Такой же ситуации нет. Но в то же время человек, который поднимает цены на свою продукцию, он рискует, что эта продукция будет не востребована. И он ее утилизирует и не заработает ровным счетом ничего. Ты все посчитаешь, что молоко-то люди будут брать. Сыры, да. Сыры, в России это не как вы дали его проценту. Дело в том, что повышение цен любого производителя, любого магазина, они же не на ровном месте формируются. Прежде чем принять такое управленческое решение, работает целый штат маркетологов, финансистов, аналитиков, которые все оценивают ситуацию на рынке. Роман, он сейчас говорит просто о фермерах, которые пытаются... Не только почему. Нет, нет, а вот на крупные холдинг я же тоже покупаю. Я просто вижу, цены выросли, просто выросли, потому что они увидели, что и по курсу. Роман, часть крупных холдингов, это тоже западная история. Акционеры могут находиться вообще не в России. Это транснациональная история. И поэтому они сравнивают эти цены со своими затратами и с той ситуацией, которая есть в Европе, Азии и Америке. Ну, а в том году у нас ситуация с подсолнечным маслом. Они погнали все на экспорт, у нас выросло масло на дружок. Ну, ты сначала страну-то обеспечь, а излишки на экспорт гони. Опять, кто производитель этого масла? Отечественные производители. Ну, это какая-то компания. Это наш посолочный масло, да. Какой-нибудь там может быть ООО или ООО, да? То есть, понятно, это опять коммерческая организация. Но у нее по природе своей деятельности нету глобальной первой цели думать о государстве или о населении. Да, конечно, определенную социальную функцию любая компания реализует, но она-то ориентирована на то, что получить прибыль, притом не просто получить прибыль, любую компанию не устроит. Если, допустим, она будет получать миллион каждый день в течение 10-20 лет. Естественно, интересно развиваться любую компанию. Извиняюсь, прерву у нас телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый день. Здравствуйте. У меня, конечно, просто один вопрос. Могут они, члены раздельно и доходчиво объяснить зрителям этой программы, какие объективные причины были в России на девальвацию рубля в два раза? Ну, пожалуйста, доллар стоил 30 рублей, сейчас все листы. Лидов, два, с вами. Вот какие объективные причины? У нас что, внутренний рынок не работает? Тогда сделайте госзаказ на определенные товары, которые нельзя повышать цену. Мы датируем сельское хозяйство, разные предприятия, предприниматели. Почему мы даем такую свободу? Они деньги получают с государства, что мы заработали, я заработал. А цены в сентябре, вот это рынок. Вот два вопроса. Будьте любезны. Второй вопрос. Первый вопрос про доллар. А второй вопрос... Почему в два раза вырос доллар? Ну, суть, да, суть та же, почему выросла, и при чем здесь доллары? Почему растут цены на отечественные товары, когда растет доллар? Ну, мы уже много, конечно, про это говорили, да, есть объективные причины, что комплектующие, конечно. Но с другой стороны, все-таки, вот, Оксана, ну, не совсем соглашусь, потому что, ну, доллар, помните, вырос быстро, а у него вся техника куплены, все эти вот цеха, они же куплены уже, он пока не потратился, и ближе время не потратится. А цены выросли, вот, ну, в течение какого-то месяца другого. У меня тоже, вот, вместе с телезрителем вопрос. Я считаю, все-таки это, да, дорогой телезритель, я так вот отвечу на наших замечательных экспертов, они же просто говорили, может быть, вы не сначала. Элементарно просто жадность капиталиста, понимаете, если он видит, что можно заработать, а если у вас не будет альтернативы, вы будете покупать молоко, никуда не денетесь. И он повысил на него цены, потому что, у него импортное молоко выросло, доллар подорожал из санкции, а можно подеть на отечественное, вы же никуда не денетесь, будете его брать, никуда не денетесь. Вы же не пойдете опять к Зимнему дворцу, не пойдете. Роман, ну, вы упрощайте. Ну, я упрощаюсь, человек попросил просто объяснить просто. Опять надо еще не забывать по производителям, что тоже налоговое бремя, оно не стоит на месте. Ну, оно же увеличивается. Ну, оно же вышло тогда вслед за скачком доллара, вот тогда, летом в 2014 году. Нет, конечно, тогда нет. Тогда нет, но в целом в совокупности все равно эта нагрузка есть. Скажите, ну, хорошо, я согласен, у нас капитализм. Государство типа не может теперь установить цены, как в советское время, что там батон 25 копеек и баста, молоко 24 копеек и баста, так далее. Хорошо, вы говорите, капиталист, если чувствует прибыль, он может, соответственно, допустим, если вырос спрос на зерно, или там на молоко, или там на металлы, к примеру, в Китае, и он начинает гнать его на экспорт, потому что там можно заработать. Там в долларах платят, а тут свои русские в деревянных рублях. Ну, тогда, о какой тогда продовольственной безопасности идет речь, когда вот нас раз подорожало посылочное масло, а давайте мы на экспорт будем гнать, там же можно заработать. Так они так все, что угодно будут гнать на экспорт, потому что там платят долларами. А у нас дефицит масла, ну как нам объясняли? Роман, ну у нас что, был дефицит масла? У нас не было дефицита масла. А почему так подскочил до 100 рублей почти? У нас с продовольственной безопасностью все достаточно хорошо. Ну хорошо, если масло стоит миллион рублей, то что оно стоит? Несмотря на ваши все вот такие жесткие заявления, у нас ситуация контролируема с продовольствием. Нет, когда оно дорожает в два раза с лишним. Как сейчас мем такой, два раза, Карл, вот, это уже не контроль. В два раза. Оно было где-то там 45, ну, низшей категории. Понимаете, на 5, на 7 рублей. Ну почти, почти, когда до 100 рублей за какое-то считное время, что произошло? Нет, во-первых, есть спекулятивные тенденции, о чем говорит Оксана. Подождите, спекуляция есть везде, опять же, во всем мире и на всех рынках. В том числе и на рынке продовольственного масла, если вы хотите. Поэтому эта ситуация, она нагнетается в том числе и самими гражданами, к сожалению. То есть они кинулись скупать, а оно стало дорожать. Ажиотажный спрос, никто его не отменял. И ситуация, когда там государство не может отрегулировать отдельно взятый продукт, она, ну, бывает. И что теперь делать? Но это не продукт, который приведет... Подождите, я закончу. Нет, это не продукт, который приведет к возникновению голодных бунтов, как это было раньше, когда хлеба не хватало, там, до весны дожить. Эта ситуация, она вот поэтому, я и говорю, что она контролируемая сегодня. Как вот молодой человек, который звонил, сказал, ой, машины подорожали в два раза. А ну их же приобретают, их же покупают, просто есть. А аргумент, да, о том, что когда ты приходишь к дилеру и заказываешь автомобиль, он говорит, слушайте, вы в очереди, там, ну давайте мы 3-4 месяца привезем вам эту машину. И чем дороже автомобиль, тем больше очереди. И кто почему-то не говорит, какая зарплата была там в 2014 году и какая она сейчас, она реально выросла. Даже несмотря на то, что... Я тоже не люблю эту статистику, которая говорит, вот у нас там в разы выросла зарплата. Она выросла не в разы, но она реально выросла. А цена в разы? И сегодня ты должен платить квалифицированному специалисту больше зарплату, чем она была там в 2013-2014 году. И это объективная ситуация. И на эту зарплату человек может себе позволить купить подорожавшее подсолнечное масло, даже если оно взлетело на какой-то период там в два раза. Вот, золотые слова, на какой-то период. А где этот период? Вы помните, когда году в девятом подорожала гречка, был бешеный ажиотаж? Да, было. Люди покупали потом... Купали стычки и соль. Да, 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 да. И гречка подешевела, понимаете? И вот когда сейчас, кстати... А вы спросите, кто-то позвонит в следующий раз. Вот тогда такая ситуация была. Да. Но тогда-то не выросла, когда год за... Помните, мили на фоне коронавируса? Я не помню скачка цен. Куда дели гречку? Да никуда, лежит она. Вот. Но тем не менее, скажите, ну хорошо, по вашей логике, вот это масло и сахар, который подорожало осенью, оно сейчас должно подешеветь? Нет, оно не подешевело объективно. Пожалуй, даже спал. Оно просто зафиксировалось. А, отлично. А я считаю, что в течение периода нашего летнего будет снижение цен на эти продукты. Вот давайте посмотрим тогда. Потому что это объективная ситуация, когда летом и осенью стоимость продуктов питания, она снижается по определенным категориям. На масло и сахар же цены зафиксированы были вот до апреля, и, в общем, идет речь о том, что продлят вот эту фиксацию. Но уже продлили. Уже продлили, да, уже продлили. Держаткат-то долгожданный. Роман, сахар вообще вреден для здоровья. Нет, ну, Роман, государство сказало, что вот он минимум, вернее потолок, да, максимум, оптовая цена, розничная цена. Ну, а кто будет, какой производитель будет продавать меньше вот этой вот планки, правильно? Роман, ажиотаж же спал по законам рынка. Значит, производитель же четко рассчитывает с рентабельностью своего предприятия. Значит, все у него хорошо, и даже при таком. Друзья, ну, сегодня производители в большинстве своем, они не имеют прямого контакта с конечным потребителем продукта. Это тоже надо все понимать. А вы имеете в виду сети? В том числе. А вот знаете, уважаемые, как говорится, дама и господин, а, ну, в вашем уездном числе, одна дама, один господин, но в том-то вся штука, а вы зайдите в фирменный магазин, не будем называть фирму, короче, мясо, они торгуют и мясо продуктами. А вы зайдите в фирменный магазин нашего известного предприятия, который торгует, скажем так, теперь уже молоком, а так, хмельными напитками и так далее. А вы зайдите. То есть, вот прям при том, который в том числе при предприятии находится. Что там, Роман? А там такой же прайс, как в сетевом гипермаркете. Хотя они не потратили на доставку, там буквально 30 метров, они не потратили на роялсы, понимаете, они потратили, чтобы на полочку повыше, тоже сами, знаете, башляют, что называется. Они ни на что не потратились, и тем не менее, цена такая же, как в магазине. Причем, иной раз, куда, там, довольно за десятки километров, я не могу этой экономики понять. Но у тебя же вот магазин около забора предприятия, вот твой фирменный, ну, по идее, должно быть, я не знаю, там дешевле на треть, по моим понятиям. Нет, нет. И на самом деле, вот. Цена такая же. Что-то, о чем ты говоришь, Роман тебя поняла. Да, очень многие производители, да, открывая, ну, не будем называть лицами, да, которые производят молоко, мясо, открывают фирменные магазины. Свои. Свои фирменные магазины. И действительно, если посмотреть продукцию в фирменных магазинах, например, в больших супермаркетах, да, сетевых, мы видим реально, что в супермаркетах более дешевые цены. Или такие же. Или такие же. Ну, чаще даже, вот, я замечала, более дешевые. Почему-то. Потому что у этого производителя хорошие контракты и договоры с сетями. И, естественно, там работает эффект масштаба. Они побольше поставляют и, соответственно, могут дешевле продавать. То есть, вот она экономия, где... Ну, они сами жалуются, что, дескать, ну, условно говоря, в магазине этот продукт стоит 100 рублей, а у них покупают сети и так далее, чуть ли не за 20, ну, изначально. Ну, так ты продавай у себя в фирменный магазин при предприятии, ну, за 30, ну, за 40. Говорит, публика потянет. Это не всегда выгодно, потому что содержание магазина, да, это все тоже расходы, которые... Объем продаж, который влияет, собственно, на процесс окупаемости той или иной торговой точки, он несравним. Когда предприятие продает опытом там какой-то сети. Да, масштабы огромные. И когда она выставляет на свой прилавок у себя в магазине. Ну, это, собственно, несравнимые вещи. Поэтому люди открывают магазины, потом их закрывают. Вы видели же, да, в том числе и по городу открывается сеть там каких-то магазинов предприятий, ремесленных магазинов. Ненадолго. Потом раз, они через три месяца, они закрылись. Потому что они рентабельные. Экономическая модель не срабатывает. А что они-то, вы не знали, когда открывали? Вот так сам. Ну, может быть, не прочитали. Неправильно оценили рынок, очевидно. Да, почему не. Или опять, продавая продукцию в своем фирменном магазине по более высокой цене, они конкурентоспособны с теми же супермаркетами, которые сегодня на каждом шагу. И где цена на эту продукцию дешевле. Поэтому, если одинаковый продукт в двух магазинах, зачем мне идти в фирменный, если я могу пойти в супермаркет и приобрести там более дешевле? Регулятор, это не только ЦБ, но и рынок, как вы не хотите, он тоже является своеобразным регулятором. И поэтому говорить о том, что такая модель, она стопроцентно сработает, а такая не сработает, ну, это, собственно, несколько наивно. Надо еще учитывать, где открывают такие фирменные магазины. Надо понимать, какой сегмент потребителей с каким уровнем дохода будет посещать этот магазин. Поэтому, да, где-нибудь там в центре города, ну, не город Твери, да, в принципе, такого среднестатистического, вероятность окупаемости фирменного магазина выше, чем, например, где-то там на окраине. Поэтому тут очень, да. Это из той же серии, что вот у нас последние там несколько месяцев такой тренд, когда граждане ринулись играть на бирже, да, стали небольшими инвесторами, как это сейчас модно говорить. Ну, это же реальная проблема, когда неподготовленный человек пытается смотреть на эти котировки, да, и выиграть там миллион. Ну, практически лотерея, когда ты идешь в спорт лото и заполняешь эти карточки, точно так же ты играешь на рынке биржевых бумаг. Ну, тем не менее, это же есть, это повальное увлечение сегодня, когда граждане пытаются там инвестировать 100 тысяч рублей и заработать на них миллиарды. Так не бывает. Поэтому мы говорим о вещах, которые пытаемся там, грубо говоря, сложить все в одну корзину и сделать какой-то вывод из этого. Мне кажется, надо все-таки, говоря об этом, надо структурировать и понимать, что 2014 год – это изменение там стоимости доллара в большей степени политика, да. Сегодня там это уже в большей степени коронавирус, завтра это будет, возможно, будет экономика и так далее, так далее, так далее. И делить региональное, государственное и межгосударственное. Скажите, а вот эти очередные санкции, которые нам грозят антироссийской стороны США, они могут как-то на курс доллара повлиять? Он может еще все-таки? Мы вам говорим, что курс доллара, он вообще не глобальный. Не, я понимаю, но вот как раз говорят, что может как-то повлиять. Может, конечно, может. Но опять это может быть ситуационный фактор. Это считано буквально 50 копеек там? Очень сложно рассчитывать в абсолютном выражении это изменение. Просто то, что повлиять может, может. И что такие факторы носят краткосрочный характер – это да. Это точно так же, как танкер, ой, не танкер, а контейнеровоз. В период, когда он стоял в Суэцком канале, то были мнения экспертов о том, что за это время 10% мировой экономики ушло вниз. Вы представляете, какая это цифра? 10% мировой экономики. Это не рубль, который подешевел или подорожал на рубль по отношению к валюте какой-то. Это триллионы. Но, тем не менее, мы вообще-то не ощутили на себе эти 10% падения мировой экономики. И даже вы, как адепт контроля за ценами, можете сказать, что… Я не адепт контроля. Ну, условно говоря… Я адепт контроля с беспределом производителя, который… Вы придете в магазин и скажете, нет, я не вижу, чтобы глобально, исходя из того, что контейнеровоз обвалил мировую экономику, у нас изменились цены. Но в то же время, и Оксана, и я вам можем четко подтвердить, что в перспективе нескольких месяцев мы это ощутим. Отложенный эффект. Мы это ощутим. Это отложенный эффект, когда тебя накрыло хвостом. И да, действительно, в сегодняшней ситуации с тем же долларом или нефтью мы, может, должны искать причины двухмесячной давности. Да, то есть тут все очень сложно. Экономика сегодня, как национальная, так и мировая, она усложняется. Усложняется почему? Потому что, действительно, мы все на нашем земном шаре стали взаимозависимы. И эта взаимозависимость усиливается с каждым днем. И вот какие-то тенденции, которые складываются правильно в отдельной экономике, они настолько сложные. Это вот как клубок, который распутать не всегда легко и просто. Вы помните Рэй Брэдбери, когда в будущем он наступил на бабочку, да, и все перевернулось в прошлом наоборот. Ну, конечно, это гипербола, но, тем не менее, приблизительно то же самое сегодня происходит в экономике. И упрощать, конечно, можно, да. И говорить, ой, трагедия, что гречка у нас подорожала, или скупили там все спички и соль, и потом не знаем, что с ними делать. Но в глобальном смысле слова механизмы несколько другие. И вот поэтому мы всегда говорим о том, что нужно популяризировать идеи финансовой и налоговой грамотности. И нужно популяризировать идеи, чтобы люди получили хорошее образование и могли анализировать ситуацию. Могли управлять своими личными финансами. Могли управлять, собственно, бюджетом своего дома, который сейчас тоже это нужно и важно делать. И контролировать там образование своих детей и тому подобные вещи. Да, действительно, если не можешь изменить ситуацию, меняй сам себя. Меняйся сам, приспособься к этой ситуации. И действительно, надо понимать, что мы повлиять не можем глобально ни на органы государственной власти, ни на экономику в целом. Но действительно, каждый гражданин имеет определенные ресурсы. И ресурсы любого человека, они ограничены. Просто вот это ограничение у каждого свое. И действительно, надо правильно принимать решения, рационально ими управлять, чтобы не жаловаться на жизнь. Хотя, Роман, я согласна, что, конечно, ситуация, которая творится в тех же магазинах с товарами, мы, как простые потребители, это видим и чувствуем. И возмущаемся, да, мы все возмущаемся определенной, может быть, в какой-то степени несправедливости. А, Оксана, можем голосовать рублем. Но, но, все-таки, вот хоть мы говорим, что государство прямо у нас не влияет, не имеет права в условиях рыночных отношений что-то, да, директивно реализовывать. Но вот такие механизмы костного контроля должны быть. Я согласна с тем, что у нас в государстве нет такого системного присмотра или мониторинга за сегментами рынка. У нас работают по факту. Кто-то где-то возмутился, кто-то увидел, что выросло цены на масло. Все, начинается определенное действие, начинает разрабатывать алгоритм принятия этого решения. Но, опять, правильно, у нас очень много отраслей, у нас очень много сегментов. У нас, действительно, может быть, там проблема с металлом, да, которая существеннее повлияет на экономику, чем масло. Ну, все, что в Африке, проблема с бананами. Понимаете, мы его сами производим, у нас проблема с металлом. Это феерично просто. Феерично. Но я еще раз говорю, государство не должно сказать всем производим товарищей стопы. У нас есть продовольствие, металлическая безопасность и так далее. То есть вот это количество в стране оставьте, а оставьте на экспорт. Но иначе, еще раз говорю, но они так все на экспорт. Роман, Роман, подождите, вы хотите жить в Советском Союзе или как? Нет, нет, ну почему у меня в стране дорожает, там, не знаю, что угодно, хоть гречка, хоть молоко, потому что на мировом рынке что-то произошло. Это мое молоко, он его здесь произвел. Возвращаемся опять к началу. Да. Мы настолько интегрированы сегодня в мировую экономику, что говорить о том, что у нас что-то может происходить отдельно, и мы можем жить в каком-то своем вакууме, в своем мерке, уже невозможно. И то, что есть ассоциации производителей металла, которых руководство страны собирает и говорит им, что делать, это тоже есть. Эта информация просто, может быть, не доходит или неинтересна, в принципе, конечному пользователю, потому что он металл не покупает там каждые две недели или в магазине. И строительство дома или покупка автомобиля – это такая долгосрочная инвестиция. Все это есть, но мы не можем говорить о том, что отдельно взятые экспоненты, отдельно взятые изменения доллара, евро или падение Байдена на трапе самолета может четко повлиять на стоимость литра молока в России. Ну что ж, наш эфир подходит к концу. Знаете, хочу сказать в завершение, вот живет у меня друг мой, однокурсник, Марокко. Небольшая страна, Северо-Западная Африка. У них нет нефти, у них нет газа, но они при этом встроены в мировую экономику, как вы говорите. А в мировой экономике кризис, и все это ощущают. Он мне как раз недавно пишет, он говорит, вы знаете, он там живет уже лет, по-моему, 7. И он, знаете, говорит, вот у нас здесь почему-то вот этого всего не происходит. У них нет никаких скачков там на молоко, я не знаю, на мясо барана этого, на чечевиц, говорю, там популярно, на все что угодно. Говорит, цены вообще, какие были, вот сколько, говорит, я живу, такие и остались. Смотря на то, что вот как у вас, говорит, в России там объясняется то, сё, там контейнеровоз вечно зеленый застрял и так далее. Говорит, а у нас почему-то обычные цены, хотя страна встроена, она никакая не закрыта, это не автарки и так далее. Вот почему в такой стране, где нет ни нефти, ни газа, ни золота, ни металла своего, у них нормальные обычные цены и ничего не меняется. А у нас всякий раз Байдена с доллара с трапа ветром, вот почему. Санкции, карабах и так далее. Это иллюзия, иллюзия того, что в Марокко ничего не меняется. Ну, человек в магазине там, но он по ценам это не видит. А у меня иллюзия, потому что я хожу в магазин, я на бирже не торгую, как наши граждане там и так далее, я хожу, я почему-то вижу. Ну, Ром, тут еще какой момент. Мы же говорили чуть выше, что мы, как страны, взаимозависимы. И надо понимать, что роль России на мировом рынке, она ключевая. А против Марокко, я думаю, что особо никто санкций не вводит, чтобы у них было сравнение национальной валюты. А это же все за собой ведет. Поэтому, естественно, мы, как страна, как мировая, одна из ключевых мировых держав, естественно, подвержены как позитивным больше тенденциям, так и негативным. И они более ярко выражены. А Марокко, ну вот, навряд ли. Ну что ж, это была программа «Тема дня». Мы сегодня говорили о ценах, о самых разных ценах, начиная от гречки, заканчивая металлом. Ну, как-то рассказали наши эксперты, которым, конечно же, виднее, чем нам, журналистам обычно. Все дело в масштабах том, в какой ты стране живешь. Вот живешь в России, соответственно, и все шишки на тебя сыпятся. А живешь в какой-нибудь Марокко, и ничего там не дорожает. Хотя, может быть, выросла цена на какую-нибудь ту же самую баранину на мировом рынке, а вот у них не начинают ее гнать на экспорт. У них там все в порядке, поэтому, дорогие граждане, все в Марокко, там сейчас тепло, солнечно. Спасибо большое, уважаемые гости, за то, что нашли время. Спасибо, дорогие телезрители, всем хорошим, ну и хороших цен, неважно, металл, автомобиль или гречка. До свидания. До свидания.